Друзья, всем привет! Смотрите, у меня есть на канале, выпустил еще нет, о плюсах наушников Sony WH-1000XM4. Ну, а сегодня я расскажу о минусах. Друзья, минусы, черт возьми, они вообще существуют у этих наушников. Настолько они крутые, настолько в них много плюсов, что существует ли вообще минусы. Друзья, они существуют. И поехали, я вам сейчас о них расскажу. Ну, первый плюс или минус, это я вам не хочу сейчас показывать. Значит, это то, что они медленно работают, у них Bluetooth подсоединение. Вот видите, я выключил, да, беру дешевый JBL в районе, там, я их покупал в районе 5000, сейчас они 8000 стоят. Подключаю, смотрите, только их включил, жду. Все, они подключились, был сигнал и все, можно слушать. Теперь, друзья, точно так же отключаем их, щелчок, все, они выключены. И теперь включаем следующие, причем надо держать здесь, смотрите. И теперь, вот смотрите, вот идет подключение уже, и ничего не подключается, черт возьми, что происходит? Время идет. Вы думаете, блин, я, может, что-то не то сделал. И вот только сейчас произошло подключение. Ну, сейчас, кстати, быстрее, чем я до этого делал, до этого еще было медленнее. Ну, короче, сейчас было быстрее, но вы видели, все равно, это вот когда заглох звук, это значит, звук перешел сюда, и это медленно. Об этом же говорили другие, значит, обзорщики, что вот этот, как ни странно, самый дорогих наушников, одних из самых дорогих наушников, почему-то Bluetooth работает так, вот так. Возможно, из-за того, что у меня Bluetooth тут, адаптер стоит Bluetooth 4, а здесь Bluetooth 5, может быть, из-за этого, но работает медленно. Также еще говорили обзорщики, я это не проверял, что как гарнитура, они работают чуть ли не хуже, чем наушники за 100 долларов. Но, опять же, я не проверял, не скажу. Следующий, друзья, минус, это то, что, значит, приложение, которое специально, я не помню, там, как называется, Sony Sound Connector, да, у меня есть на канале по обзору этих наушников, как называют приложение, оно ужасное. И это не только, я считаю, ужасные шрифты, ужасный интерфейс, все очень медленно плохо работает, и, значит, медленно тормозит, что-то там постоянно задумывается, там, я не знаю, там, минут 5 только качает русский язык. Тут есть ассистент, да, девушка, которая говорит, какой мод, какой режим я перехожу, она вот этот русский язык скачивала, я не знаю, минут 5 и устанавливала вот сюда, почему так долго, опять же, медленно, непонятно. И, помимо этого, то, что есть одна особенность, это то, что, значит, голос обратно хочется перевести на английский, потому что английский идеально озвучен, приятный голос, а здесь, говорит, девушка робот, роботизирован таким голосом, что никуда. Друзья, конечно, плохо рассказывать, вы знаете, тут не то, что плохо, а тяжело рассказывать о минусах данных наушников, потому что у них больше плюсов, но так как у нас минусы, я все же продолжу. Следующий минус, друзья, это то, что потеют уши, ну, реально, да, вот сейчас зима, отопление в доме, но ушам, честно вам скажу, когда долго сидите, чувствуете, что уши чуть-чуть задыхаются, начинают, ну, ну, это состояние, как потеть, а если вы летом выйдете под солнцем в них, то уши ваши будут просто мокрые, это я больше чем уверен, но, опять же, зачем в них выходить, это не спортивные наушники и так далее, вот, собственно, как-то так. Следующий, друзья, минус, это то, что у них почему-то отлично работают, они отлично работают с Android, когда подсоединяете устройство к, значит, эти наушники к смартфону, они замечательно работают, все функции, когда на паузу, допустим, снимаете вот эту, да, функцию, здесь есть датчик, и звук прекращается, все это работает хорошо на смартфоне Android, зато не работает на Windows. Вот как-то так, вот такой минус, плюс звук на Windows, в Windows, у меня, кстати, последняя версия Windows 11, когда я подсоединяю, звук хуже, чем на, значит, смартфоне, да, когда я слушаю музыку со смартфона, возможно, потому что у меня Bluetooth 5 есть на смартфоне, а здесь Bluetooth 4.0, но вот я заказал себе адаптер Bluetooth и проверю, так ли это. Но многие говорят, что кодеки в Windows, они действительно, ну, что-то там хуже. Это, опять же, я рассказываю мнение обзорщика в блоге. Друзья, вы знаете, я чувствую, что как-то, знаете, минусов настолько мало, настолько они незначительны, относительно плюсов, что мне как-то тяжело говорить, тяжело все вот это вот, выжимать минусы из-за этого. Вдобавок, я не меломанно, не особо разбираюсь в звуке и так далее, но понять и ощутить вот это вот, что происходит с вами, когда вы надеваете эти наушники, насколько они действительно лучше и стоят своих денег, это, конечно же, да, ну ладно, про минусы. Также, друзья, вот, собственно, и все. Это были основные минусы, значит, наушник Sony WH-1000XM4, которые я заметил. Напишите, если вы заметили больше, если вы знаете больше и так далее. Ну, вот как-то так. И еще из минусов можно, я сказал, вот эти какие-то странные китайские дешевые кнопочки, нельзя ли их было как-то сделать побольше, пошире, типа, знаете, такое ощущение, как будто они вот на дешевых китайских, значит, наушниках. Та же кнопочка вкл и выкл на ЧБЛ-ках дешевые мне нравятся больше. И вот, раз они включаются, за секунду выключаются, мне как-то больше нравится. Вот, собственно, и все. Вот такие вот замечания. Надеюсь, вам было полезно. Всем пока, до свидания.